так я вам все объяснил как у нас делается записывается в интернет выставляется вы не против я нет я знаю все услуги я вас слушаю говорите игнатий тихонович я хотела как у человека который в моем понимании для меня как образец наверное лучшего всего в мире совет попросить как мне душевный покой свой восстановить потому что раньше у меня такого не было я массажист я уже около больше я не говорю сколько лет но много лет я помогаю людям как бы каждого человека я стараюсь успокоить рассказать о боге ему помассировать его восстановить какие у скрима там предложить чтобы облегчить жизни человеку я понимаю что вы может не будете согласны со мной потому что ну как болезнь дается нам для чего-то ну вот я вот этим занимаюсь и я должна быть всегда радостной веселой жену я должна быть спокойной внутри у меня должен быть покой внутри а у меня покой пропал уже полгода я полгода уже я бьюсь как рыба об лед в каком плане что получилось так что жизнь у меня очень тяжелая я не хочу за нее рассказывать очень тяжелая игнатий тихонович если вы обладаете вот такими а вы обладаете такими дарами что вы чувствуете человека я прошла очень тяжелую жизнь да я не хочу за это вспоминать но я полюбила человека мужа своего вот сейчас но я живу с мужчиной уже 15 лет я родила ему дочь у меня дочка катя вот и получается как что у меня была близкая подруга которая помогала делая массаж ребенок болящий все и вдруг мой муж увлекся ей я уезжала ну это ошибка моя не надо было мне взять у меня ребенок болел но это внук болеет кашляет часто я его повезла на море первый раз жизни я повезла его на море но давно не надеть на 7 дней мы уезжали и вот он в это время предложил моей подружке ну как бы встречу он ее захотел трясся перед ней руки там у него тряслись ноги тряслись она как бы отказала ему вроде как но правда никто до конца не говорит а а я-то с ним венчанная понимаете я этого человека любила я сей душой любила его как бы я была вдова ну меня мужа убили он пошел на рыбалку и не вернулся 7 месяцев он не мог всплыть потом он всплыл я его захоронила вот и 15 14 лет я была вдовой вдовой и поэтому как бы каждый старался меня ну сказать обо мне самое плохое и я как бы перед богом сказала что если у меня будет человек господи и я покажу что я верующий что мне никто больше не нужен что у меня единственный муж будет верно я ему буду и потом получается такая ситуация что эту подругу я как бы приблизила уже восемь лет я лечу и ребенка и лечу и и муж мой я его люблю безумно ну как без ума потому что перед богородицей стала я 12 дней не ела и мне это я спросила мне можно замуж выходить или нет но мне богородица не дала разрешение я опять упала и опять я 12 дней там молилась и потом она сказала как голос такой был в храме я даю тебе его ну запасись океаном терпения океаном а я вышла я вышла и мне страх на меня такой нашел страх на меня нашел как же я могла смелиться такое предложить богородице что можно мне замуж выходить или нет и она мне богородица не давала этого человека не давала вообще не давала вот но гонения там были сильные у меня на работе на меня но в общем я читаю молитвы а меня говорят что я может я действительно тогда людям виднее было что как бы я не верующий но вообще я верующая как вам сказать я давно хожу храм я это ну как им получилось что без отца без матери получилось что я как сирота и и когда у меня убили мужа я пошла куда первых храм у нас храм и святой это было или ильи пророк илья пророк и я туда полезла в этот храм на коленях пополз поползла мне больше идти некуда было я маленько пониже сделать у вас голову срезает до глава так вот все и это самое и я конечно в храме и вот уже много лет я как бы при храме стараюсь быть ну я не скажу что видя ваши видеоролики ну я и ночью смотрю но почти много я я смотрю вас ну не сказать прям все идеальное просмотрела но в курсе немножко событий ваших и я естественно не могу сказать что я истинная крестьянка но я стараюсь я молюсь прошу я только прошу именно покаяние помилуй меня боже помилуй и прости меня вот как бы за все но покой у меня не уходит с моей души вообще не уходит потому что я как бы вижу эту женщину я ее привела эту оксану ну туда в храм я ее вижу и мой муж туда пришел и вот это все я вижу ну я устала как бы скандалить дома ну вот как бы я понимаете говорю что ты хотел скажи мне или отпусти меня или что но мы венчаные конечно но я его действительно и гнатить и говорю люблю я не знаю что может что вы скажете любви не существует но я его люблю понимаете когда я ухаживал за его раковой больной матерью ну вы сами понимаете все отказались запахи там все придала земле его мать ну как бы все что здесь вот я где у него живу на нем на нем все на мне ничего здесь нет потому что он единственный хозяин этого дома ну такой дом не сказать что прям самый хороший но то что я могла вложить заборы построить там и сарай поднять но это столько по большой любви только по большой любви к этому человеку угождала ему понимаете вот как бы во всем но люблю и то что он меня наказывает чем у меня наказывает он со мной не спит давно уже как женщиной уже много лет потому что я не могу понять почему что я такое неправильно может что-то делаем и и у меня очень все на капец и я понимать от своих вот этих что я неправильно делаю я делаю ошибки вот я например когда вот это узнала я побежала куда побежала гала света купила дачу я конечно купила дачу я то на дачу ездил там земля там меня на успокаивать там все в траве не деревья плодовых там особо нету еще не рождаются но были был виноград тыква я эту тыкву виноград все в храм привезла радость такая у меня но мне что я могу то я делюсь с людьми храм везу ну понимаете я бы может и не купила бы эту дачу а я не знала куда мне деться куда мне бежать что мне делать как мне дальше жить и вот эта боль она не уходит вообще я молюсь я стою на храме два часа 3 за я молюсь я прошу прощения что я я любила людей я так безгранична любила людей а сейчас у меня вот раз боли то уходит значит у меня любви нет такой настоящий а мне это все таки господь дал я что пока человек лежит на массаже я столько расскажу боги пою там что я знаю вот как вот ну мне нужно чтобы у меня покой был как мне простить моего мужа что мне сделать для этого что чтобы я забыла вот мне дочка моя старшая 32 года трое внуков у меня мама прекрати с ней общаться прекрати ну я не могу с ней прекратить общаться я столько в нее вложила в эту женщину в ее ребенка в храм привела она сейчас после подсветников стоит там это пытается и молиться и вот осветили квартиру батюшку пригласили вчера я столько в нее вложила понимать они я и говорю ты понимаешь что я тебе к себе не приглашал на тебя смотрит как и ты год почему ты почти под полгода молчала что он тебе предложение ты на пасху мне это все сказала люди радуются веселятся христос воскресе а ты мне на пасху все это рассказала какой мой муж и вот с пасхи я не могу понимаете покой найти не могу я покой найти если не секрет вам сколько лет мне мне 51 51 я 6 7 вы готовы к ответу да вы мысленно молитесь чтобы вам бог положил это на сердце вы евангелие часто считаете нет она видно это а почему я его читаю потом я его слушаю бывает вот знаете я не знаю почему я не знаю я вот честно перед богом я не знаю я не укладываю я не знаю коротко отвечайте чтобы а то время уйдет так это все от любви вы говорили любовь любовь это от бога но любовь не может превышать то что бог требует на первом месте возлюби бога творца твоего всем умом всем сердцем всей душой всей крепостью от 4 7 7 7 не 99 процентов если это в человеке есть то вот эта потеря что вы называете она для вас будет радость какой вы еще не испытывали вы поймете как хорошо вам быть одной то есть этот идол ушел и теперь ты полностью богу отдана мы все умрем все видимое временное видимое глазами они видимое там мы верим в это это вечное вот а у мужа до этого жена была до вас была мы в одной организации работали было было но на месяц было неважно значит муж то верующих который был с вами сейчас а он у меня я у него живу я никуда не ушла и на дедина нет я просто была я имею ввиду не в дании а место жительства ну как с вашего вместе были он вы его считали верующим нет ну вот видите вот давайте теперь мы посмотрим самые большие ошибки ваши вы готовы если ошибки не разбирать почему авария случилась а мы не узнаем на дороге авария получилась а машины стукнулись там погибло 12 человек башкирии теперь идет расследование а почему а как а откуда точно так зарождается война узнает как какая прелюдия была что этому предшествовало точно так и здесь вы в то время когда с ним познакомились вы себя считали верующей не до конца но не транса так не бывает потому что бесы веруют и трепещут если вы были верующие то вы были овца овечка а если не верующие вы не были овечкой а там уже дальше дикие животные бродящая собака волк как угодно господь говорит посылаю вас как овец среди волков это не мои слова слова иисуса христа вы их не знаете вам нужен покой 11 28 евангелие от мотфея 11 глава 28 стих запишите вот я открываю сейчас вам считаю внимательно слушайте только христос говорит вам и мне 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 и вам придите ко мне с большой буквы все труждающиеся и обремененные обремененные горем скорби у потери мужа ребенка ко мне придите и я успокою вас вам покой нужен вот он покой где другого нету покоя возьмите иго моё на себя заповеди и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим я вам ответ показываете в этом потом еще раз прочитайте несколько раз евангелие от мотфея 11 глава 28 2 30 стих возьмите иго моё на себя то есть исполнение заповедей а вы их не знаете и дальше ибо иго мое благо и бремя мое легка остался без жены не ищи жены осталась без мужа не ищи мужа он тебе не нужен главный то огонь до 30 лет прогорела все успокойся и скажи господи как ты велик я тебя совсем не знаю а ты меня потревожил привлёк себе уже через год нас и забудут когда мы умрем а душа пойдет по мытарством их богу пройдет она мытарство или нет вот поэтому ставьте себе вопрос евангелие от мотфея это я на 3 глава запишите евангелие от иоанна 3 глава я не буду вам много считать из этой главы но смысл тот это главная глава всей библии и самый главный стих это 16 3 2 и точно 16 3 2 и точно 16 это 3 глава 16 ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную чтобы игнати и марина имели жизнь вечную всякий вот и мы говорим вот я потеряла ребенка там на фронт взяли или где а у него было десять сыновей три дочери и в один день все погибли и господь знал допустил чтоб сатана навел бурю а прокинул дом на них и он говорит бог дал бог и взял да будет имя его благословенно вот как надо рассуждать что имя имя нашего господа иисуса христа доверьтесь ему и далее мы здесь считаем а какой есть бог 6 стих рождена от плоти есть плоть а рождена от духа божия есть дух а плотской он все это тоскует не может успокоиться а у верующих сегодня то он только благодарит бог знает от чего нас освободить что ты всем умом всем сердцем служила богу один вот незамужняя женщина заботится о том как угодить господу а замужняя забор замужняя как угодить мужу а к этому нужно добавить и никогда ему не угодишь он будет придираться и что угодно поэтому вы это примите как от бога из-за него молитесь встречи вам не нужна он и не нужен вам муж а молитесь господи прости его пошли под венец какой венец когда оба такие что и в храме то стоять нельзя после оглашенной из идите только выйти надо вот вы даже это знать и теперь говорит о том в чем состоит суд что свет пришел в мир вы гордите света но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злы ибо всякий делающий зло и ненавидит света и не идет к свету чтобы не обречились дела его потому что они злые а поступающий по правде идет к свету дабы явно были дела его потому что они в боге соделаны а какие тут дела вот а чтобы рассказывать и вы где-то что-то там делали помогали заботились это добрые дела ваши и они позволили вам вот выйти задать этот вопрос я вам отвечаю это ваши дела человек который не творит добрых дел он мимо проходит я простой человек я не священник никто просто я люблю моего господа люблю и о нем свидетельствую хорошо что вы вышли начинаете читать евангелие объявите пост вы говорили знаете что поститься насколько вы можете дня на три но только сначала сходите к священнику все расскажите ему и скажите благословите меня попаститься чтобы я успокоилась и ты увидишь как у тебя свет засияет никаких попыток вернуть его не делай он не нужен и то если он ушел с ней живет как женщины ты свободно нет нет игнатий тихонович никто не живет я живу продолжаю с ним жить я никуда не ушла он не идти некуда ну может быть так я пока в эту квартиру все в дом где он живет а детям я отдала квартиру у меня у детей квартиру ну я же не могу к детям теперь идти я живу продолжаю жить с ним но это с ним живете вы телом то а душой то он там иначе он этого не сделал и если он вот такой ну как есть то и ручаться на то что он с ней как женщина не жила не живет вы не можете иначе она не нужна вы для себя думайте что ничего нет но допускайте я уже не с одной женщиной беседу она вот так да вот нет да он такой нет а стали разговаривать и там поползло такое что то есть от нее он ушел к ее дочери вот к вашей дочери он бы ушел у меня была и тоже была марина а он ушел к дочери и она все вот он такой хороший то другой ну хорош он хороший хороший блудник прелюбодей тебе зачем это нужно ты освобождена ты молись богу ты благодари бога там все такое временное жизнь человеческая 70 лет тут вам 20 лет еще может быть а судя по обстановке тому можно не доживем минут 80 10 июня будет а я как будто и не жил хотя глаза руки если в армии служил за слово божье страдал но я знаю куда иду а если маленько сбиться это значит потерянный путь на одном месте будешь стоять вы сегодняшнего дня прямо сейчас открывайте евангелие от и она начинаете считать с первой главы по порядку вот у нас есть трехтомник вы на наш сайт зайдете и там книги эти есть можете скачать у меня написано сорок одна книга это большие книги по семьсот пятьдесят две страницы и трехтомник нового завета вот новый завет это вот евангелие там и на них дается толкование толкование я их переиздал уже второе очень интересно если маленькие дети было бы интересно там двести сорок только иллюстрации листов да это страниц раскрашен густава даре это попутно сказать и в этих книгах я отвечаю на все эти вопросы вот если случится такое вот я вел занятия в пяти университетах сразу радио милиция там где только не пришлось школах вот и люди разные и вот это то что говорите это не единичный случай и выход только один дайте место христу вы христу не служите как должно быть целиком муж занимает большую часть сердца и бог его убрал это от бога это не просто так он страдает он страдает тем что вы пришли сейчас слышите а он этого ничего не слышит я вот через неделю выставлю ролик и вы дай ему послушать чтобы он тоже поверил что христос ждет его покаяние тем более если вы но плотски не живете вам вообще делить нечего и ревновать не к чему и вам волноваться не из-за чего ты благодари бога ты трудолюбивая тебе бог все на сердце положил доброту принести это господь подвигает тебя к большему через это добро что придало место духу святому дух святой в сердце человека он дает ему рождение свыше новое рождение и тогда вот ты что говорила сейчас вам это на ум не придет ты скажешь это неужели я была ох глупая была о чем я думала о чем говорила ты будешь улыбаться и молиться радость внутренней у тебя будет христос со мною я тебя благодарю господи а чего ты меня освободил он ничего теперь не может тебе даже если пожелал сделать так как брось а ты не разговаривай опусти глаза не сдумай его упрекать это не надо никак только молись и с ней хорошее отношение держи переломи себя а какой то если враг голоден она враг тебе накорми его напой его если врага так а тем более она может и не хотела этого и она тоже страдает здесь главный герой вы вы начните с сегодняшнего дня и потом увидишь я и поклонись и скажи я считаю евангелие если хочешь приходи почитаем месси помолимся и ваша молитва достигнет того что его сердце будет тоже к богу направлено и через этот случай он может приблизиться к богу мы даже заботиться о том чтобы ни одна овца не погибла тем более были венчаны непонятно зачем венчали сюда вот величать надо очень верующие что были как крещение принимать я отдался богу бог сосчитал человек да не разлучая тебя уже десять раз развелся но мы венчаны мне нельзя потому что бог со мной я вообще говорят человеке никак нельзя мы единое тело а а мы не живем вместе это не имеет значения не живете вместе живете это перед богом вы должны заботиться о нем может он завтра заболеет и вы никогда ему не напоминайте что он есть сказал тут и привязаться не к чему то он вообще ничего еще не сделал и брак ваш не нарушен вы себя смирите вы тем более если вы уверенно говорите что он по-плоцки как женщины не живет не спит вам вообще не о чем говорить даже даже говорить не о чем ничего и нету главное то двое одна плоть плоть с тобой ты от него родила а стой нету и они не два плоти это два разных человека успокойся марина плыви по бурным волна моря вы знаете что означает марина как переводится морская морская вот и будь такой морской как чайка благодари бога что тебе позволил сегодня все это слышать моего здесь ничего нету я просто вам показал две места писания доверься мне говорит господь и считайте по порядку новый завет вот как я говорю попытайтесь сделать с ней поговорить и сказать я читаю евангелие приходи вместе будем рассуждать а я сейчас поговорим я вам скину наши ресурсы там все чтобы смотрите еще сайт называется не форума сайт и на где живете то краснодар или волгодонск волгодонск а ну понятно это у вас а волгодонск там взрывы то были это где волгограде волгодонск у вас взрывы были на вокзале там видите как этому могли мы попасть туда мы там ехали у нас миссионерская поездка была мы проехали от владивостока до лиссабона всю европу скандинавию прибалтику прошли я везде дарил книги 38 книг комплект а остальные в интернетной версии мы прошли 120 тысяч километров вот где радость и здесь собираются люди это 600 городов и сел мы посетили проехали сначала грузы забрасывали ставка была там а потом развозили везде встречи с людьми я ничего не знал что так будет никак это господь делает ему слава вовеки так других вопросов нет я буду я буду молиться о вас и мы его вы молитесь вот знаете книга есть такая библия псалтырь она в церкви считается вы запишите я вам скажу псалом 118 118 164 стих 164 он там говорится семикратно в день прославляю тебя за суды правды твой таком стул божий бог так судил и ты его за это прославь уста наполни благодарностью господи хорошо ты сделал сердце мое для тебя открываться начинает приди и вселись а вны мы же считаем и очистены от всякие скверны вот эту скверну господь его выметает вот он скверну этого выметает из нас господь чтобы мы ему дали место господи ты же сказал мы храм бога живого храм он горит я и отец придем и обитель у него сотворим с отцом небесным дайте ему место и у вас вообще думать не надо будет ты будешь только считать молитву семикратно в день этот три святое вот это царю небесный да очень наш прочитать и 100 поклонов вот она смотри я не смогу 100 поклон я не батюшка не смогу стоп так вам стану поясные я не в землю говорю поясные поясные как можешь то я все вас допрашивают а для чего чтобы вам точный рецепт выписать у вас какой рост у меня мета шестьдесят семь а я весь семьдесят пять килограмм шестьдесят семь семьдесят пять восемь то есть 10 килограмм двенадцать уже сбрасывать надо 10-12 килограмм сбрось постом и больше не надо никаких там пельменей разных живи там сухарь есть и благодари бога мы христиане мы даже себя сокращаю и порабощаю павел горит тело моё порабощаю чтобы проповедовать другим самому не остаться недостойным порабощать это тело надо тело это рабыня а госпожа душа а к большей части душа как раз в презрении находится ну вот и все есть христианские фильмы если пожелаете я вам назову и вы их зарядить и все запишите я вам скажу какой фильм посмотреть иеремия иеремия и сфирь это еще одна еще один фильм иаков авраам это название фильма по одному слову вот а есть такой фильм называется иисус одно имя иисус на скобочках по евангелию от луки это самый лучший фильм вы будете смотреть радоваться и плакать вот куда господь направит вашу энергию ваши слезы и скажете господи а сколько людей до нас было жили умерли изменяли и все это ушло навсегда и возврата на эту землю не будет постарайся успеть все сделать что я говорю вам если у вас батюшка вам ну знакомый так хорошо и вы доверяете вы ему расскажите о нашей встрече может если он меня знает он запретит вам со мной встречаться запретит вы тогда сами уже решаете священники против меня сильно воюют потому что я в открытую говорю все что вот они живут там на тех кадиллаках разъезжают и ну не показывают бедность христову народ это им это не нравится как андрей кураев говорит если бы игнатий не не трогал их отношение было бы другое а я им всегда говорю вы людей не учите вы за это ответите крестите как попало мокрой ладошкой надо трижды под воду чтобы человек ушел правило апостольское 50 плата если он не знаю то это хорошо а если он знает и не расположен то он будет сразу настаивать чтобы вы со мной больше не встречались а вы сами тогда решайте я никому не набиваясь друзья у меня даже об этом мысли нету бог устраивает так вот вы пришли вас никто не посылал вот так марина у меня женщина была я больше десяти лет и дело массаж ее семье мужу ей я рассказывать начал мне душа только вами была наполнена но я смотрю ролики и я начала рассказывать что вы 37 лет судим ну как сидели из ну как вам выкручили там руки истязали вас что я полностью душой телом к этому человеку прикипела я рассказываю и она когда встала и начала вас ну а вас плохо говорить и я встал у кабинета где делал массаж я и сказала ты очень хорошо мне платила и достойно платила сколько я говорила но больше чтоб ноги твоей не было в моем доме если ты хоть усомнишься за этого человека и мы расстались хотя больше десяти лет их не так я вам вопрос задам а что она имела против надо прислушаться может правило что она сказала он ну я не хочу эти слова говорить говорите 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 она сказала ты не совсем в своем уме она сказала только ведь ты девисты могут сидеть столько лет да не столько лет это вы напрасно сказали то я не столько это это она не знает еще она может взять книгу тут же в интернете ты увидит фотографии все я за слово божие был то я исповедник исповедник это выше всех христианских званий не считая мученика а насчет думает апостол павел сидел и он креститель сидел его казнили а верующие там и умирали но я не умер вышел живой она ничего не сказала вам про меня ничего не сказала плохого она просто не знает верующие житья святых мы считаем вот максим исповедник пиодор студии они там умирали ссылка годами и годами сидели даже от монаха авель всю жизнь просидел это ничего она просто от незнания у меня есть статья у меня статья сайт я сказала и сайт я стала свете библии я сказала я все рассказала она ведь ну посмотрим и потом она на следующий день когда пришла ну ничего нового ты ты как ну как она сказала мне мне что вы два как выживших из ума человека ну как бы дала понять что ты одержимая вот ты сильно входишь вот в это вот ну как сказать она так сказал от честно сейчас я вспомню как она сказала нельзя в крайности такие впадать но как бы я прошла в крайность вам пошла в крайность ну щас я тише как то за вас а раньше я вообще очень много за вас просто всем кого знаю всем за вас сказал во свете библии всем даю адреса всем за вас добавил. Ну, Волгодуски за вас не знают. Сейчас я скажу еще к этому. Она сказала, ты из ума, а ты бы согласилась с ней, сказала, да, я со своего ума ушла, теперь по Христову уму живу. Улыбнулась, маленько юмора добавила. И она, глядишь, может смягчилась бы. Наш ум-то Богу не нужен. Потому что он, плотской ум ведет к погибели. Надо, чтобы ум Христов был. И все на этом. Она сказала, ну, сказала, поправь, если она уже явно не хочет слышать ничего, ну, помолись и все. Да, не хотела слышать. А у меня такой период был. Это, может быть, год назад было. Или, может, полгода. Я вот просто жила, как вот вами. Ну, жила я. Вот, ну, как сказать. У меня такое, ну, было такое. Я реабилитирован. Скажи, а за что он реабилитирован? Я реабилитирован. И мне государство заплатило за каждый день, который я там был. Заплатило. Это к пенсии добавили там все. Это не деньгами, а... А это-то что, скажи? Государство при... Говорят, злоупотребление. Злоупотребление властью против нас было. Она не понимает этого? Все сидели-то. Кто сидели-то? Скажи, и Ленин сидел. По порядку начнем говорить. Так они за свои идеи-то. А мы говорили о Христе, о Боге, о том, что атеист плохой руководитель общества. Она думает, а за что я сидел? Кого-то... Она думает, а... Она что думает, может сказать? Что я что-то делал? Конкретно, что я делал плохого в ее соображении? Что я делал? Да? Я просто думаю, может быть, мне прошло же время, и может мне перво ей позвонить? Да. Первое ей позвонить. И просто, как если она согласится делать массаж, она нигде больше не делает это точное чувство, знаю. И просто рассказать ей, что ты была не готова это услышать, но если ты хочешь, я тебе все дам ресурсы, или там что. Главное, может, я высокомерие проявила, когда ты меня тупой назвала, или глупой. Может, как бы так, мне назад спеть. А вы скажите, давайте мы придем, и вот так вот месяц пройдет, допустим, я скинул, когда можно приходить-то, и вдвоем, чтобы были. И она сама задаст вопросы. А я ей покажу и документы, обращение власти, какое и прочее. Мы на очень хорошем счету у власти. Хорошее отношение с митрополитом, с церкви у нас здесь. И знаете, Тихонич, она безбожница, она даже престика не носит. Ну ладно, что безбожница-то, разум-то есть у нее. Она не может мне приписать то, чего власти не приписывали. А она просто будет пустозвонить на пустом месте. Я реабилитирован. Реабилитация означает снятие всякой вины, а невиновной. Мне заплатили за каждый день, что я сидел. Что непонятно-то? То есть по клевете я был посажен. Почему? Я обречал власти, писал генеральным секретарям, что делать и со страной безбожники. Писал в ООН, масонам. А им это не нравится. Я первую в стране насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Первый. Распространил по всей стране. Насчитал, 11 катушек было и распространил. Им это не нравится. И в стихотворении там написал про Ленина. Стоит в свой рот ащерев, по мёту птиц подставив голый череп, вождь атеистов сонмище Иуд. А им это не понравилось. Вот. Я в то время уже насчитал на плёнку примерно 50 книг. Библию, Златоуста 12 томов, Жития 12 томов, Добротолюбие. Это дома всё я распространил. То есть этого больше нигде не было. Единственное место в нашем доме. А в это время я работал. Я печник всю жизнь. Почти мне не давали. Я прораб. Работать не давали. Но я без дела не сидел. Она просто не знает. Ей, скажите. Скажи, если ты определённо услышала где-то, спроси. Где? Какую заповедь я нарушил? Какую? Может быть, я убийца, прелюбодей, там, педофил, как они называют, или кто-то. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Организовал лагерь, тысячи детей. И от государства ни рубля не получил. 45 лет. А обслуга и я никто не получали. Так лагерь-то какой? Вместе с детьми родители могли быть. Лагеря такого не было. Мы с нуля строим православную деревню. Не пить, не курить, не материться, не воровать. Нет такого села в России и за рубежом. Она это услышит и может по-другому взглянет. Скажи, ты предвзятое мнение это составила, а оно не соответствует реальности, действительности. Ничего нету за мной в государстве. Нету. Никак. Тем более, я когда вернулся в Барнауле, я одновременно вел занятия в пяти университетах, в школах тринадцати, во всех отделах милиции, во всех воинских частях. Так если я уголовник, меня бы кто туда допустил-то? Прокуратура, суды, заводы, фабрики. Три радиопрограммы регулярно вел. Как говорит онлайн, то есть прямой передачи часовая, воскресенье только была. Каждую неделю три радиопрограммы, да еще по телевидению. То есть конца нету. Я самый востребованный был в стране, не только здесь. Поэтому это мое, но Бог дал по благодати Божьей. Это невозможно. Мой сон не больше два с половиной часа был. Я все время себя сокращал. По старым деньгам у меня на питание уходило 9,80 от 11 рублей в месяц примерно. На 10 рублей, скажу, вы проживете? А я на стройке работал, на тачке возить, бетон, мерзлые земли долбить. Мне очень большую силу Бог дал. Я ни одной таблетки не съел еще. И ни массажа не принимаю, ничего. Я на велосипеде езжу, у меня голубят не залажу. А мне 80 лет почти. Вот ей скажите. Я ее посмотрю и отвечу на ее вопросы. А так она в заблуждении. Она еще думает, это не сходится. Я реабилитирован. Скажи, реабилитация. Как политзаключенный-то. А это те люди, которые государство сегодня особенно чтит. Помогли сокрушить коммунистический режим. Вот и все. Мы собирались, молились, что могли, делали. Но все пока. Благодарю вас. Слава Иисусу Христу, Марина. Слава Иисусу Христу. Слава. Успокойся. Благодари. Радостная. Подойди к окну, сейчас помолишься и скажешь, Господи, как я тебя благодарна. Такую радость ты мне дал, что ты меня освободил. Я свободный для тебя. Дай мне, Господи, поручение какое-то. Я готова. И скажи, слушает раба твоя. А когда молишься, помолишься, потом подними рыхи и скажи, Господи, соедини мою молитву с молитвами всех святых. Услышу, Господи, молитву всех, кто молится обо мне во благо мне и мою молитву примя всех, кто заповедовал молитвы. А потом мы опускаем руки и говорим, говори, Господи, владыка, слушает раб твой. Что Бог скажет на сердце? На сердце. Мы не слышим голосов. И мы должны быстро спешить на помощь. Все пока. Слава Христу. Слава Христу. Все, отходите, выключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова